В день российского студенчества в Центре Химик собрались самые инициативные, самые талантливые и самые предприимчивые молодые люди. Выпускники ритма 2010, 2011, 2012, 2013 и 2014 годов встретились, чтобы вспомнить лучшие моменты ритмовской жизни, обсудить проекты и просто приятно провести время. Организаторы молодежного форума впервые собрали под одной крышей победителей и участников прошедших лет. Я видел сегодня и встречал выпускников первых ритмов, выпускников 2010 года, 2011 года. Они не безразличны, им это интересно, они готовы это поддерживать. Есть ребята, которые поддерживают уже в новом статусе. Они уже поддерживают не как участники, а как партнеры. На первом этаже молодежного центра фото-выставка ярких моментов ритмовской жизни. Неподалеку живая скульптура от Татьяны Жаровой. Императрица Елизавета стала очередным творением бессменного руководителя творческого направления. Выпускники ритма представили две мобильные фотостудии, в одной из которых можно было сделать моментальное фото, в другой сфотографироваться в стиле лайт-пейтинга. Ведущие и диджеи радио «Сибирь» провели развлекательную программу с флэш-мобами и розыгрышем бесплатных путевок на ритм-2015. Мероприятие посетили министр по делам молодежи Александр Фабрициус и первый заместитель губернатора Омской области Вячеслав Синюгин. Здесь же в неформальной обстановке вместе с инициативной и талантливой молодежью они обсудили перспективные проекты, связанные в том числе с 300-летием Омска. Очень важно сейчас направить энергию наших ребят на решение конкретных вопросов и проектов, связанных с 300-летием города Омска. Мы об этом сейчас говорили с ребятами в отношении проекта «300 самых красивых мест города Омска» и соответствующей фотовыставке, которую мы также планируем разместить и в правительстве Омской области, и в местах, которые посещают и молодые люди, и гости нашего города. У нас есть штаб, который начинает уже работу, пригласили гостей из Москвы, те, кто помогали нам в 2014 году. И, конечно же, главная цель наша будет проработать 2015 год весь в плане подготовки к 300-летию города Омска. Молодежный форум «Ритм» уже признан крупнейшей проектной площадкой Сибирского федерального округа. Более 94% всех ритмовских проектов успешно реализованы на территории региона. Среди них, ставшие уже кредитной карточкой Омска, увлечённый я, служилые люди Сибири, фестиваль экспериментальных театров и многое другое. Примечательно и то, что выпускники «Ритма» не останавливаются на достигнутом и продолжают расти уже вне форума. «Ритм» для меня стал хорошей стартовой площадкой, где я многому чему научился и смог реализовать многие свои идеи. Но он не остановил моё развитие и сейчас до сих пор я работаю в этом направлении и реализую проекты, которые лежат в основе моего первого проекта выигрышного. Это возрождение народных ремесел в Омской и Омской области. Надеюсь, что к 300-летию города у нас уже будет свой Арбат и нам есть что показать и есть чем гордиться. «Ритм» дал новые контакты, новые знакомства, возможность заявить своё проект на более высоком уровне, ну и, конечно, финансированием. Часть того проекта, который мы реализуем в Советском парке, реализуем, реализуемся на сегодняшний момент за счёт тех денег, которые были выделены. Наш проект существовал давно, ещё до «Ритма». И, получается, поначалу мы подпольно вообще вещали, весь процесс проходил подпольно. И после того, как мы выиграли первые деньги на «Ритме», это позволило нам купить себе первое оборудование, начать, наконец-то, вещать уже на другом, на нормальном уровне, на более качественном. И тогда, когда узнали о нашей победе на «Ритме», нам, наконец-то, выделили, мы нашли себе помещение для студии. До следующего, шестого «Ритма» ещё несколько месяцев, а подготовка к нему уже идёт полным ходом. Дирекция форума уверена, в этом году участников ждёт много интересного. Регистрация на «Ритм-2015» начнётся совсем скоро. Все подробности на портале молодой.инфо.